Ежегодно в марте в городе проходят соревнования по спортивной гимнастике. В новом красивом зале школы Олимпийского резерва номер 2 мальчики и девочки в возрасте от 10 до 15 лет соревнуются в выполнении элементов на брусьях и бревне, в опорном прыжке и вольных упражнениях. Организаторы приглашали спортсменов из других регионов, но приехать смогли только несколько ребят из Нижнего Новгорода. Хрупкие на вид спортсмены-подростки на самом деле очень сильные и ловкие. Им не занимать воли к победе и спортивного азарта. Я сначала ходила на танцы, когда я была маленькая, но мне там не понравилось, и я пришла сюда. Мне больше всего нравится бревна, потому что там красивые, плавные комбинации. Машу тренеры называют гордостью спортшколы и одной из самых сильных гимнасток. В свои 15 лет она имеет все шансы на получение почетного звания мастер спорта. Больше всего Маша любит упражнения на брусьях, потому что это самый сложный снаряд и элементы отрабатывать приходится очень долго. Моя спортивная мечта сейчас выполнить мастера спорта. Тренируюсь я с понедельника по субботу по 3 часа в день. Прыжки, сальты и перевороты. Даже смотреть на выступления участников страшно. Кажется, что они постоянно рискуют получить травму. Тренеры рассказывают, год от года выступления становятся все сложнее. Участники соревнований, чтобы удивить жюри, испытывают все возможности собственного тела. Снаряд помогает гимнасту в выполнении сложных упражнений. Сейчас для изучения сложных элементов у нас сделано, не только у нашей школы, а вообще по стране, сделано очень много поролоновых ям, которые снимают риск получения тяжелой травмы. И хоть и говорят, что гимнастика травматичная, вид спорта, это не совсем так. Целью стремленности и воли к победе помогают участникам не только на соревнованиях, но и в реальной жизни. Гимнастика, спорт с сильным телом и духом. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.